Арк МТВ представляет Итак, какова польза в знании того, что предпочтение, которое Адам, мир ему, и его дети получили от Аллаха, это результат знания, которое Аллах даровал им, и что это знание выше и почетней, чем поклонение. Это учит нас тому, что Аллах сотворил нас с определенной целью, и эта цель – знания и деяния согласно этим знаниям. И здесь есть одно очень интересное примечание. Аллах говорит в Коране «ар-Рахман». «Милостивейший» Аллах назвал себя «ар-Рахманом», «милостивейшим». Далее Он говорит «обучил Корану». Далее Аллах говорит «сотворил человека». Затем Аллах сказал «Он научил человека изъясняться». Вы заметите, что Аллах сначала упомянул Коран. Первая милость, дарованная нам, это то, что Аллах обучил нас Корану. Еще даже до того, как Он упомянул о нашем сотворении. Имам Ахмад, да смилуется над ним, Аллах, также указывает на это и говорит. Заметьте, что Аллах, Свят Он и Велик, не сказал «Он сотворил Коран». Аллах сказал «Он обучил Корану». И это очень важная составляющая вероубеждения. То, что Аллах, Свят Он и Велик, произнес Коран. То есть, Коран – это слово Аллаха, Свят Он и Велик, а не творение Аллаха. Мы можем извлечь несколько уроков из этого порядка аятов. Первый – это то, что Коран важнее и благородней, чем сотворение людей. Субханаллах. Положение Корана настолько высоко и почетно, что он был упомянут раньше, чем сотворение человека. Как будто Аллах говорит, что в сотворении человека не было бы цели, если бы не существовало прямого руководства от Аллаха. Второе – это то, что Аллах не сотворил людей без прямого руководства. То есть, мы не были сотворены бесцельно. Мы были сотворены для совершенно ясной цели. И поэтому, когда Аллах, Свят Он и Велик, говорит, что мы вышли из утробы своих матерей, далее Он говорит, «Затем Он облегчил ему путь». Это выражение имеет двойное значение. Первое – это то, что Аллах, Свят Он и Велик, облегчил ему выход из утробы матери. То есть, сделал беременность легкой. И второе – это то, что Аллах, Свят Он и Велик, облегчил вам духовный путь, прямой путь, на который вы должны встать. Путь знаний, путь поклонения Аллаху и так далее и тому подобное. И в этом кроется ответ агностикам, скептически настроенным теистам и другим, тем, кто заявляет, что, возможно, Бог существует, и, вероятнее всего, Бог есть. Однако Он сотворил нас без определенной цели, что якобы мы не знаем, чего Бог хочет от нас, и что Бог не отправлял никаких посланников или послания, и так далее и тому подобное. Какой был бы смысл Аллаху создавать все это без прямого руководства? Имам Ас-Суюты, да смилуется над ним Аллах, комментируя этот порядок аятов в суре Ар-Рахман, говорит, Расположение этих аятов в таком порядке указывает на приоритет, а не на хронологию событий. И можно ли сказать, что Аллах обучил Корану до того, как сотворил людей? Конечно, нет. Кого бы Аллах обучал Корану еще до появления Пророка, мир ему и благословение? Поэтому имам Ас-Суюты говорит, что Аллах указывает здесь на нечто очень важное, что нет смысла в существовании человека без методологии, которой он мог бы следовать, чтобы заслужить довольство Аллаха, Святу на Велик. И что Коран – это более ценный дар, чем наше сотворение, поскольку если бы Аллах сотворил нас без знаний, без цели и знания этой цели, то мы были бы совершенно несчастны. И поэтому вы видите, что люди, не знающие, для чего они здесь, живут несчастной жизнью. Когда вы задаете им простой вопрос, для чего вы живете, какова цель вашей жизни? Они не могут ответить на него, это значит, что они абсолютно несчастные люди, поскольку все хотят знать, для чего мы были сотворены и помещены на землю. Поэтому Аллах обучил нас Корану, и перед тем, как сотворить нас, Он приготовил для вас цель, прямое руководство. Аллах, Святой и Велик, сотворил вас ради цели, для этого прямого руководства. Затем Аллах сказал, что Он обучил нас изъясняться. Способность изъясняться – это одна из самых великих милостей Аллаха, Святой и Велик. Мы знаем, что одно из самых трудных испытаний, которые могут постигнуть человека в жизни, это неспособность говорить, изъясняться. Даже с медицинской точки зрения, человек может впасть в кому, он не реагирует на происходящее, не может говорить, или это его постоянное состояние. То есть, с детства он не способен изъясняться. Это великая милость от Аллаха, Святой и Велик. Когда он дает человеку способность ясно выражаться. Но заметьте, Аллах упомянул способность изъясняться после знаний. Это указывает на то, что мы не должны говорить без знаний. Не говорите без знаний. Сначала идет знание, затем речь. Самый замечательный урок, который мы можем извлечь из всего сказанного, это то, что Аллах связал наше достоинство, как Его творение, с количеством знания, которое мы получаем и согласно которому действуем. Поэтому Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Лучший, самый благородный из вас, это тот, кто обучился Корану и затем обучает ему других». Также Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Превосходство знающего над поклоняющимся, подобно моему превосходству, над самым низким из моей общины». Таким образом, Аллах предпочел обладателей знания, которые поступают согласно своим знаниям, которые не просто заучивают, но и олицетворяют это знание над людьми, которые просто поклоняются Аллаху. Вот в чем заключается их благородство, и в особенности это касается их знания Книги Аллаха, Свят Он и Велик, Корана. Вы не можете знать Коран без знания Сунны Пророка, мир ему и благословение, не стараясь следовать за ним, брать для себя пример с его жизни. И это то, что делает вас личностью. Посредством этого вы оцениваете себя. Живете ли вы так, как Аллах, Свят Он и Велик, хочет, чтобы вы жили? Оправдываете ли вы саму цель вашего существования, своего сотворения? Мы просим Аллаха, Свят Он и Велик, сделать нас из числа тех, кто следует правильному пути, стремится к его довольству и живет согласно своей цели. Субтитры создавал DimaTorzok